Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третий стих 109-го псалма. Прежде всего мы здесь столкнемся с тем, что еврейский и греческий текст существенно различаются друг с другом. И в какое-то время в истории церкви преобладало мнение о том, что подлинным и оригинальным является еврейский текст, потому что он должен быть более древним. Эту идею подхватил Мартин Лютер. И с тех пор эта идея в Эритас и Брайка получила широкое распространение. И многие люди и сегодня уверены, что именно еврейский текст Ветхого Завета является оригинальным, изначальным и более древним текстом. Но если рассуждать о том, что тот текст, который более древний, является оригинальным, то оригинальным является греческий, потому что септуагин-то появилась до нашей эры в третьем веке. А еврейский текст, мосорецкий текст, сложился примерно к X веку нашей эры. И мы увидим, как, например, поэзия псалмов по-разному прочитывается и там, и там. У профессиональных библеистов есть свои гипотезы, как объяснить эти разночтения. Но вот в 109-м псалме, который является одним из самых важных христологических псалмов, как пророчество о воскресении Христа, он очень важен был для отцов церкви и для нашей литургической традиции. И если мы откроем современный русский перевод, который сделан на основе еврейского текста, то там будет такая фраза. «На святых горах, как росу, из чрева зари я родил тебя». И здесь, конечно, мы видим прекрасные образы росы, которая является дочерью рассвета, потому что она рождается из темноты, из мрака преисподней. И поэтому она тоже имеет какую-то связь с невидимым миром. Точно так же, как воскресший Христос выходит из гроба и является себя миром, точно так же роса таинственным образом появляется на рассвете, в ней отражаются лучи солнца. Она появляется повсюду. Это как образ какой-то жизни, но, судя по контексту псалма, это образ воинства, которое вдруг появляется неизвестно откуда, приходит от Бога для того, чтобы участвовать в интернизации царя. И так сам по себе этот образ росы, которая рождается из чрева зари, обладает потрясающей поэтической силой. И та версия, которой мы привыкли в силу литургического употребления, восходит к греческому тексту. И здесь говорится «из чрева прежде деницы подобно росе рождение твое». И здесь появляется совершенно другая возможность толкования этих стихов, как пророчество о воскресении Христа. О том, что воскресение Христа в действительности является его новым рождением или продолжением этого рождения. И другая тема здесь очень важная – это тема сыновства. И здесь 109-й псалом повторяет ту же тему, которую мы слышим во 2-м псалме, в 7-м стихе. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Из контекста древней истории, из того, как совершалась интронизация царя, мы встречаем эту же терминологию. Когда царь восходит на трон, он провозглашается сыном Божиим. И момент интронизации – это как момент усыновления или рождения свыше. Поскольку всякая власть приходит свыше, поэтому понятно, почему на языке древних народов в поэтическом сознании этот образ царского достоинства очень тесно связан с образом божественного сыновства. Собственно, слово «элогим» в еврейском языке означает не только Бога, Сидержителя, Творца, Неба и Земли, но тоже и земных царей, и тоже ангелов. То есть любая власть, любая сила, она имеет какое-то потустороннее происхождение. И поэтому мы имеем дело со стихами, которые говорят об интронизации царя. Но это не просто царь, потому что святые отцы нас учат читать Священное Писание так, как будто там каждое слово является пророчеством о Христе, умершем и воскрешем. Эта интронизация в действительности является пророчеством о смерти и воскресении Христа. И здесь мы с вами можем увидеть, что выражение «сын Божий» и «воскресший» тоже является одним и тем же. Впрочем, вы знаете, что уже в древней христианской иконографии воскресение и вознесение Христа нередко изображается как момент его царской интронизации. Он восходит на небесный трон, садится одесной Бога Отца. Поэтому воскресение – это интронизация, и действительно это момент, когда он провозглашается Сыном Божиим. И он окончательно явлен этому миру как Сын Божий. Теперь нам очень важно увидеть, как древние пророчества псалмов прочитываются в Новом Завете. И как апостол Павел, например, читал, как он понимал, толковал эти слова, эти пророчества. Вот, в частности, в послании к римлянам в 10 главе есть такие слова. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если внимательно вслушаться в ритм этой фразы, то вы увидите здесь очень яркий параллелизм. Для апостола Павла сказать, что Иисус – это Господь, это то же самое, что сказать, что Иисус воскрес. Если твоим сердцем ты будешь веровать и устами исповедовать, видите, параллелизм уста, сердце, твоя вера, твое исповедание, то есть то, что ты провозглашаешь вслух, и о том, что Иисус Господь, и что Иисус воскресший, все это вырастает в такую симфонию, где одно созвучно с другим. Итак, слово Господь на языке апостола Павла и нашей литургии означает буквально воскресший, воцарившийся, воскресший Господь. Теперь, что касается выражения «сын Божий», мы с вами в послании к римлянам в первой главе можем найти очень важное свидетельство. Послание к римлянам начинается торжественным исповеданием веры, как апостол Павел понимает Богочеловечество Христа. Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся, был явлен нам, как Сын Божий в силе, по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать, апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы и так далее. Здесь мы еще раз можем увидеть очень ясный параллелизм между выражением «господь» – это означает «воскресший». Древние пророчества исполняются, и в конце концов все это явлено миру. Христос открывается как Сын Божий по духу святыни через воскресение. Момент воскресения – это момент его царственной интронизации. И для древних христиан это чрезвычайно важно. Причем здесь мы видим другое сочетание образов, которые нам, может быть, не совсем привычны. Здесь говорится о том, что по плоти, по плоти он от семени Давида, а по духу святыни, то есть в духе святом он Сын Божий. И в нашем сознании очень часто противопоставляется плоть и дух. Но здесь для апостола Павла и то, и другое является подтверждением того, что Христос есть Господь, потому что Он воскресший, и поэтому Он Сын Божий. И другое очень важное свидетельство о том, что Христос воскресший и Христос Господь означает одно и то же, мы с вами находим в книге «Деяний святых апостол». Другое очень важное свидетельство, где мы находим цитату из этого псалма, содержится в книге «Деяний». В 13 главе, начиная с 32 стиха, апостол Павел проповедует в Антиохии Писидийской. «Мы благовествуем вам». Вот наше Евангелие, которое мы вам принесли. «Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса», как во втором псалме написано. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Вот эта цитата из псалма о рождении Христа, как сына Божия, его царской интернизации, одновременно является пророчеством о его воскресении. Вот как древние христиане читали этот образ. «Ты сын мой, я ныне родил тебя», то есть я воскресил тебя. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. О сем сказано так. «Я дам вам по милости обещанный Давиду верно». Итак, мы здесь видим образ царской интернизации Христа, которая совершается по каким-то древним ритуалам Востока. И одновременно она исполняется пасхальным утром, в тот момент, когда действительно Сын Божий Христос становится царем и восседает Одесную Отца. И другое, не менее драгоценное свидетельство Нового Завета о том, как читать Ветхий Завет, мы находим в Евангелии от Луки, в 20 главе, где идет спор о воскресении. Саддуки категорически отказываются верить в воскресение мертвых. И там возникает образ о том, что есть люди, которые станут сынами Божьими, будучи сынами воскресения. Вот это замечательно. Через воскресение мы становимся сынами Божьими. И воскресение – это как новое рождение, как царская интернизация. И все эти образы сливаются в трех моментах священной истории Нового Завета. Происходит откровение божественной славы. И три литургических праздника, три эпизода из жизни Христа, как понарастающие, нас подводят к главной эпифании, к главному богоявлению. И вы легко можете догадаться, что это за эпифания, что это за богоявление. Впрочем, слово эпифания само по себе удивительно, потому что оно образовано с помощью приставки «эпи» и «фанейны», что означает «явить себя», явление мессианского достоинства Христа. Но одновременно там содержится этимологический образ света. Некий свет, который пробивается сквозь тьму ночи, и наступает рассвет, утро, и мир начинает быть, мир явлен, благодаря тому, что появился свет, и солнце являет себя лучами восхода. Поэтому эпифания – это то, что у нас связано с эпизодом крещения Христа на реке Иордан. В литургии это связано также с праздником поклонения волхвов, потому что это явление Христа, Солнца языческим народом. В Древней Церкви еще была Кана Галилейская, потому что тоже был момент эпифании. Господь являет славу Твою. Это первый праздник. Другой праздник, важный для нашего литургического года, это, конечно, преображение. И, наконец, вершина всего, вся полнота этого откровения, явления Бога, нам явлена в праздник Пасхи. И везде, в каждом из этих праздников присутствует тема сыновства. И вы помните, что на крещении, в момент крещения говорится о том, что был глаз неба, указывающий, свидетельствующий о том, что «се есть Сын мой возлюбленный». И воскресение еще не состоялось, но уже в самой этой фразе «сыновство» означает, что это тот, кто воскреснет. И уже здесь мотив воскресения присутствует, и интуитивно мы это чувствуем за богослужением. Момент преображения на горе Фавор – тоже момент славы. И опять мы слышим «се есть Сын мой возлюбленный». Это слова инаугурации и возвещения царского достоинства Христа, которые являются пророчеством о том, что тот, кого видят сейчас апостолы, он Сын Божий, и означает, что он однажды воскреснет, и тогда все станет окончательно понятным и очевидным. И, наконец, о том, как говорится о воскресении в книге «Деяний апостолов» в 13 главе. То, что я вам прочитал. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Эти слова становятся как некое обетование, которое исполняется, и тот, кто имеет уши, чтобы слышать пророчество Псалма, способен увидеть и принять веру воскресшего Христа, которую проповедует апостол Павел. Таким образом, мы с вами видим удивительную симфонию, которая нам дает очень важный, драгоценный урок того, как христиане с древности читают Священное Писание. Писание читается как симфония. Мы никогда не читаем один стих или одно выражение отдельно. Как только ты прикасаешься к одному слову, тут же возникает множество откликов, созвучий, которые раскрывают этот текст, вот такую как грандиозную симфонию, которую нужно слышать и никогда не ограничиваться какими-то тесными рамками буквального прочтения, изолированного прочтения одного стиха, одного слова. И самое главное всегда читать Священное Писание, Ветхий Завет в свете воскресения Христа. И мы видим, как традиция церкви нас учит этому, и это становится очень важным источником нашей веры. И поэтому теперь вы понимаете, почему выражение Сын Божий для древних христиан означало буквально Христос воскрес. Сын Божий означает воскресший. На портале Exegiat.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует... ujyim... Продолжение следует...